В этом году КАМАЗ пропустил выставку «Строительная техника и технологии». Зато свою экспозицию приготовил белорусский МАЗ, который очень хочет занять рыночные ниши, освобожденные большой европейской семеркой. Главной белорусской новинкой стал самосвал «Скальник» с колесной формулой 8х8. Притом ведущие мосты и сложную трансмиссию МАЗ сделал своими силами, что определенно заслуживает уважения. По официальным данным, машина полной массой 50 тонн способна перевести около 30 тонн породы, хотя представители завода говорят про все 35. Кузов выставочного экземпляра сварен из дефицитной стали Hardox, но ей уже найдены достойные российские аналоги. Так что единственное, чему осталось подобрать замену, так это санкционному автомату Ellison. Менчане заявляют, что подобные агрегаты есть и в ассортименте марки Fast Gear. К слову, эта фирма имеет сборочную площадку на территории Белоруссии. Там же под Минском выпускают силовые агрегаты китайской фирмы Weichai. Конкретно этому самосвалу полагается 12-литровый вариант на 460 сил. Примерная цена полноприводного монстра – около 15 миллионов рублей. Всерьез увеличить свою долю рынка также планирует Deo Trax. Поэтому потенциальным покупателям сразу предъявили максимум вариантов немолодой модели Novus. От самосвала и бетономешалки до бортового грузовика и сидельного тягача. Это могут быть двух, трех и даже четырехосные машины, которым полагаются двигатели DUSAN отдачей от 280 до 440 сил. Да какие! Нерядные, как нынче принято, а V-образные. Коробки передач сплошь механические, но разных марок, включая экзотическую TONGIL. От сборки корейцев на Калининградском автоторе пришлось отказаться. Так что грузовики сначала морем доставляются во Владивосток, откуда своим ходом добираются до Московского склада. Поэтому одометры машин показывают около 10 тысяч пробега. Цены кусаются. Скажем, за тягач просят 11 миллионов рублей. Но продавцы уверяют, что корейская техника славится своей неубиваемостью. Поэтому переплата, по сравнению, например, с китайцами, вполне оправдана. В этом году российский офис Deo планировал продать больше тысячи грузовиков. Но теперь спрос на грузовых корейцев может здорово вырасти.